Я прошу тебя, в энергоинформационном поле, найти тонкую эфирную энергетическую копию 1975 года. Один, два, три. Я нашла ее. Снимаются все маски и голограммы. Все, как предстается, глаз на своему эфирному коду. Потом Мария выходит из своего биоробота. И если что-то еще находится в биороботе, с силой моего намерения, все эти копии и голограммы выходят из ее биоробота. Один, два, три. А вот ее тонкую копию кто-то управляет, и она как марионетка. Да ты что? Сейчас я посмотрю, это голограмма или это еще есть что-то. Давай. Это она, тонкая копия. А что там управляет, ты сказала? Надо смотреть. Будем смотреть. Хорошо. Больше ничего в биороботе не да? Если что-то еще осталось в биороботе, копии, голограммы, они все выходят силами его намерения. Сейчас и становятся рядом. Один, два, три. Да будет так? Знаешь, вот я вижу биоробот отдельно, да, сейчас. И тонкая копия, она, ну как, она как на две части расщеплена. Вот одна тонкая копия, а вторая вот эта, которая как марионетка. Но это не голограмма. То есть они вместе идут. Вот за этой вот, как голограмма, которые управляют, за ней идет тонкая копия. То есть маска, что ли, что-то имя. Сейчас будем решать. Отлично. Хорошо. Сейчас разберемся. Давай. Защищай биоробот защитными потоками из энергии Абсолюта. И бери Марию в защитный костюм на период сеанса. И вместе с тонкой копией Марией поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Я как раздвоение. Мы здесь. Отлично. Хорошо. Так. И раздвоение, раздвоение. Ну что, скейнер будем включать или как? Давай разобьем ее на семь тонких тел. Один, два, три. Проведи визуальный их осмотр. Посмотри, сколько у нее энергии сейчас и какие вибрации. А вот дожди. Их надо соединить сперва. А это чужая копия или своя? Это ее. Я же говорю, это она. Но у нее как раздвоение. И такое ощущение, что ее кто-то держит. Так. Давай сделаем следующее. Давай. Это все сейчас бесполезно. Давай запустим сейчас скейнер. Потому что это будет нам мешать. Мы ничего не сможем сделать. Мария становится в скейнер. Я даю команду. Мария. Скейнер на счет три. Начинает сканировать в Марию. Все семь тонких тел. Находит в сече. В мере. Уходит в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. Скейнер начинает сканировать. Все семь тонких тел. У нее, понимаешь, на руках и на ногах. И от головы. Вот у нее идет как веревки какие-то. И она, как сказать, она не слышит тебя. Она не понимает, где она. То есть она в каком-то как затуманенном мире стоит. Ее кто-то вот управляет. Сейчас будем разбираться, Вера. Давай закончим со скейнером, чтобы я знал, где мы находимся. Скейнер обнаружил что-то? Ну, дело в том, что у нас две копии. Вот одна как стоит вот за этой. И давай ставим сейчас над каждой копией маячок зеленый-красный. Оригинал загорается зеленым. Красным загорается фальшивая копия. Один, два, три. Какого цвета маячки? Оба зеленые. А кто разбил ее? Где эти веревки? Ты их видишь? Да, вижу. И силой моего намерения я снимаю с ней веревки. И они отправляются в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. А ну вот эти веревки, они, как сказать, начали стягиваться. И они с нее как слой, какую-то накидку или что-то стянули полностью. Отлично. Эта накидка уходит в клетку-тюрьму. И от этой накидки силами его намерения сейчас выстраивается канал к ответственным. И я притягиваю их в эту клетку-тюрьму. Один, два, три. Притягиваются исполнители. Если это голограмма, от голограммы автоматически выстраивается канал, ведущий к исполнителю. Пока не найдется исполнитель этой подсадки, подключки. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. И вот сейчас тонкое тело, оно как соединилось в одно. Сейчас разберемся, кто это сделал. Мы приветствуем Мария. Мария, она слышит меня? Да, она слышит. Хорошо, Мария, мы начали с удаления сразу, не спроси вашего разрешения. Вы даете свое согласие на чистку? Доверите нам свое биополе на период сеанса? Она говорит, я даже не поняла, как я здесь оказалась. Ну, это сейчас мы будем разбираться, как они к вам подселились и кто там. Вера, что у нас по каналу? Кто у нас в клетке, скажи, пожалуйста. Посмотри. Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Все предстает в нашей комнате диагностики согласно своему эфирному коду. Ну, я бы сказала, что это магия. Отлично. И магия. Хорошо, кто у нас? Или же это рептилоиды делают такую голограмму хорошую. А, мы сейчас разберемся, кто это делает и кто-то без хвоста уйдет. Мне кажется, второе. Потому что я еще не видел разбитых копий таким образом. Это демоняки такое делали. Все ответственные за эту подключку импланты притягиваются в эту комнату. Становятся ее заложниками клетки в тюрьму. Каждый на свою чистоту. Да будет так. Не могут воздействовать. Кто у нас в клетке? Демон. Демон. Считай цифры над головой. Один, два, три. Ну, двадцать идет, но он меньше. Так, это бесяра. Так, я тебе говорю, если ты сейчас не проявишься. Нет, я не буду ничего говорить. Я направляю свой щит. Активирую печать семиархангел. Мощнейшим ударом. Любви отца сжигая все голограммы. Все копии. Один, два, три. Пошел мощнейший удар. Свет отца. Свет любви. Он сейчас проявился. Кто это? Десять герц. Ах, ты ж мразь. Демон, я тебя сегодня уничтожу только из-за того, что ты мне столько нервов потратил. И столько времени у меня украл. Ты меня видишь, паразит? Ты знаешь, где ты? Говорит, что ты жгешь меня светом? Убирай свет. Хорошо. Извини, что я тебя побеспокоил, паразит. Ты чего не вышел, когда я тебе сказал? Ты что там прятался, а? Хорошо. Показать хотел тебе. А я тебе сейчас покажу свой лазер. И отрезай ему один рог. Удар. Ну, он кричит, ругает тебя. Ты что, совсем? Я тебя сейчас второй снег. О, отлично. Отрезай второй рог. Научу тебя сегодня разговаривать. Он бесится. Отлично. Появляется в моих руках демонический пистолет. Один, два, три. Достаю серебряную пулю. Все, успокойся. Успокойся. Ты что там сказал сейчас в клетке, паразит? Ты не понял, куда ты попал? Тебе напомнить историю с Вильзевулом и рассказать, где он находится? Ты мне хотел свои голограммы показать, я тебе сейчас галактическое ядро покажу. Ну, он так тебе говорит, тихо, тихо. Хотел развлечь тебя. Я тебя сейчас развлеку так, что тебя мало не покажется. Что ты сделал? Какую ты поставил там голограмму? Как ты мог разбить копию пополам? Накидку сделал он. Кто тебя послал? Ты сам пришел или тебя подослали? Сам пришел. На какую энергию ты пришел и когда ты пришел? Он за ней наблюдал. Зачем? Он ждал, когда у нее понизятся вибрации. И зашел на... У нее грусть какая-то. Как безысходность, что ли. И он подскочил в это время. Сколько лет назад это было? Восемь. Ты восемь лет сидел в человеке? Выходил. Заходил. А как ты заходил? В портал? Где? Да. Воронка. Где воронка? В квартире. Отлично. Хорошо, Мария, вы слышали у вас в квартире портал. Обратитесь к нам, мы поможем с этим вопросом. Так, Демон. Так. Ладно, хорошо. Пока. Он мне комнату показывает. В спальню? Нет, это зал. Зал, да. И там портал. Портал. Воронка. Двигающаяся или плотная, или стоящая? Стоящая. Стоящая. Это вы ее открыли, или она там была уже? Они ее перенесли. А, понятно. Ну, я вижу, ты хорошо подготовился. А где твой черт? То есть она управляемая. Они ее управляют. Кто они? Где черт? Где твой черт? Где исполнитель? Демон? Он сам исполнитель. То есть ты никого не брал себя в помощники, да? Пока нет. Справляюсь. Понятно. Хорошо. Вера, у нас кто еще, кроме Демона? Мы не сканировали пока. Хорошо. И давай, включаем сейчас скейнер. На счет 3. Начинает все 7 тонких тел сканировать. 1, 2, 3. Находят все чипы, датчики, импланты. Выстраиваются каналы. Ответственные по каналам. Идут в клетку тюрьму. У меня арахноид. Вот так вот. В желтом теле. Поехали. Арахноид. Еще сканирует? Да, он сканирует. У нее тела зеленое, голубое. Как слепленные. А в чем причина? А сейчас будем убирать энергии. Там еще кто-то есть. Каналов 2 пока, да? Каналов пока 2. Кто их слепил сейчас эти тела, смотри. Как ползает кто-то там. Ах ты ж. Так. Она еще ползает. Сканер сейчас найдет его. Ну, не как змея. Она в зеленом теле на груди. И она ползает. И силам его намерения. Эта змея отправляется в клетку тюрьмы. 1, 2, 3. Да будет так. Атаки есть. Так это ящер. 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 У него раздвигаются такие, как щеки. Ящер замер в клетке. 1, 2, 3. Что-то не намерен. Ну, драконов семейства он. Ага. Ящер. Смотри, там не агрессирует. Я его сейчас сожгу. Он замер. Понятно. Хорошо. Считай цифры над головой. 75. 75. Будем разбираться. Хорошо. Сканер сканируй дальше. Теперь смотри на прозрачность, деформации, затемнение. Есть грей здесь. Вот так вот. Пластина стоит в синем. А грей нет в клетке? Грей в клетке сейчас. Понятно. Сколько их? Сколько этих головастиков? Это голограмма. Отлично. И от голограммы. Подожди, этот. Да. Сейчас до фиолетового дошли, он в клетке. Кто в клетке? Гуманоид. Гуманоид в клетке? Гуманоид. Смотри, у нас есть гуманоид. Фиолетовое, синее тело он держал. Грей голограмма его. Дальше идет вот этот ящер. Это он же? Который склеил кто он же. Это от него идет? Или это не связано с гуманоидом? Или ты просто клетки считаешь? Каналы. Каналы, хорошо. Ящер. Гуманоид. Понял. Грей, ящер. Фиолетовое, синее тело держит, пластина у него там. Дальше идет голограмма к нему, тоже принадлежит к гуманоиду. Дальше идет ящер, то есть это второй канал. Он склеивает зеленые, голубые тела. Кто? Ящер. Он там был. Понятно, хорошо. Дальше. Рахноид. Есть. В желтом теле. Торанжа у нее яркая. Лис в красном сидит. Но оно яркое, скорее всего, там пластина тоже рахноида, будем рассматривать. Ну и демон в красном, вот, вместе со своей вот этой накидкой. Ничего себе, компания собралась. Начнем с самого большого паразита. Гуманоид. Ты меня видишь? Он тормозил сильно сканер, вот этот гуманоид. Вон, отлично. И за эту твою... Считай сначала информацию, откуда этот паразит пришел. Один, два, три. Пошла информация. Откуда эта сущность пришла? Паразитарная. С орбиты Ориона. Орбита Ориона. Это для меня слишком расплывчиво. Орбита Ориона. Ты пытался паразит мне еще мешать в работе и блокировал мой скэнер, я понимаю, да? Он еще говорит звезда гелий. Звезда гелий. Думаю, что нет. А может и не знаю. Наверное, скорее всего, нет. Потому что по орбите Ориона, меня орбита Ориона, меня никогда особо не интересовала. В отличие от орбиты Плеяд, откуда я родом. Как ты видишь по-моему, по моей печати. Приветствую тебя. И я тебя приветствую. Меня интересует, что ты делаешь в этом теле? И почему ты сюда пришел? Управляю энергиями, собираю их для своих нужд. Какие твои нужды? Продать эти энергии потом. Что-то использую. Что-то меняю. Понятно. Ты же знаешь, что я нарушаю сейчас все законы мироздания. Мыслимы и немыслимы. Я удивлен, что ты меня увидел. Ты знаешь, ты не первый, кто удивляется. Не первый. Я признаю твою. Меня лезть никогда не интересовала. Он не силу больше, как развитие. Развитие признает он. Хорошо. Ты давно зашел в это тело, гуманоид? С орбиты Ориона. Он на протяжении последних пяти лет заходит, выходит, качает энергию. Пять лет ты подключил человека. Понятно. Хорошо. Так. Компания, конечно, веселая сегодня собралась. Я объявляю следующую программу сегодня. Вы все обнаружены. Сейчас будет происходить реверс энергии. Мы вернем вам все темные энергии, заберем все светлые энергии. После этого я скажу каждому выйти и достать то, что он оставил в биополе. После этого я проведу проверку. Двумя миллионами герц. Если кто-то что-то забыл, он просто по каналу сгорит. Поэтому рекомендую меня не обманывать. Я очень реагирую болезненно, когда мне говорят неправду. Или не делают то, что я в комнате диагностики говорю. Всем понятна процедура? Да, всем понятно. Отлично. Хорошо. Переходим тогда к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Марии спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственные за чужеродную негативную и патогенную низкой вибрационной энергии в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной и патогенной низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марии. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить, от них возвращается к ним назад до последнего микрона. Пошла энергия. Усиливаем потоки. Сейчас, наверное, там идет. Она растерялась немного. Мария, мы рядом. Не беспокойтесь. Делайте отторжение этой энергии. Это вся чужеродная, чужая энергия. Она вам не нужна. Это все, что вам дали вот эти, которые в клетках находятся. Отторгайте эту энергию. Она не ваша. Потом мы заберем вашу чистую энергию. А это вам не нужна. Это яд. Просто представьте, что вы ее отторгаете, и она пойдет. Я помогла ей. У нее как слезы постоянно. Мария, прошу вас, не плачьте. Все нормально, все хорошо. Все это уберем сегодня. Интересно, а Мария проходила уже какую-то чистку? Ее искали в ней что-то? Демон точно знает. Демон уже проходила здесь чистка. Искал кто-то в этом биополе вас? Или еще нет? Он говорит, что моя накидка сработала. Это не ответ на мой вопрос. Да или нет? Он говорит, откуда я знаю? Постоянно кто-то приходит. Ну, ты от всех смог скрыться. Мысли у нее давно, да. А, понятно. А накидка сработала. Ну, в тех случаях сработала, в этом не сработала. Арахноид забрал. Хорошо. Дальше. Демон красный идет, да? Или грязь? Черный. Черный. Черный, красный. А к ящеру что идет? Или это же этот был? Не, ящер. К ящеру такая грязь идет. Да. Зеленая. Ящер, откуда ты взялся в этом теле? Как долго ты сидишь? Где ты вообще зашел? Гомоноид подсказала. А, гомоноид это твой сородич, да? То есть ты его пригласил сюда? Да. В общем, вот эти голограммы. Подожди. Греев, которые голограмма. Угу. И пластина в синем теле. Это он все выменял. Дарконов. У драконов пластину он выменял. Да он там целый бизнес, фирму организовал. Греев. Голограмма вот это. Да, то есть он пользует чужие вот эти. Ресурсы. Изобретения. Да. И. Да. Позвал этого. Ящера тоже он привел. Все забрали. Все забрали. И устанавливаются фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Мария забирает чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Мария себе обратно. А она, хозяйка своих энергий, возвращает всю свою себе обратно. Пошла энергия, усиливаем потоки. Демона человеческая идет. Он постоянно ей садил вот эти мысли, управлял этой накидкой. То есть она пыталась отделяться, но он очень влиял на нее. Потому у нее как раздвоенное было тело. Я вообще такого не видел, такой команды. Как она энергетически вообще стояла. Сколько у нее сейчас энергии, считай у нее. Энергии какие-то вибрации. Один, два, три. Там она и плачет постоянно. Сейчас скажу. У нее 56,8. Бо! 8 Гц. Ну, это, я так понимаю, ее привычное состояние. То есть она уже не помнит. Когда она хорошо... Чистой энергии, да. Ну, вот, хорошо. Дошла до нас. Поможем. Тебе отдали. Отлично, хорошо. И сейчас я запускаю скейнер на счет 3. Скейнер начинает сканировать. Все 7 тонких тел. Малейшая присадка, малейший наночип, что угодно. Они еще не забирали. Они еще не забирали. Все, хорошо. Значит, тогда приступаем. Арахноид, начнем с тебя. Выходишь сейчас. Достаешь все, что ты оставил. Ничего не забываю. Будет проверка. Все, достанешь. Вернешься в клетку и доложишь. Ну, вот в желтом теле. Он, кстати, сидит 6 месяцев всего. И он обустраивается пока. То есть в желтом теле паутину он сматывает серую такую. Понятно, я вижу. А в оранжевом все-таки какая-то золотой такой круг пластины он выкатывает. Он. Да. Такой яркий, неестественный. Как золотой. Как человек ходил с такими паразитами. Ощущение, что он как-то нагревал его, чтобы температуру сделать соответственную. И поселить потом инкубатор туда. Были бы люди такими заботливыми родителями. Я так скажу. Забрался. Хорошо. Так, все забрал. Демон. Выходишь сейчас. Достаешь все, что я оставил. Буду проверять. Он с нее разматывает какие-то ленты красные. Руки, ноги. Ну, я придется после этого ванну, наверное, поставить. После этого все. Ливан, водопад. Там раны будут серьезные после таких. Собрал. Хорошо. Так, ящер. Выходишь, достаешь все, что ты оставил в этом биополе. Если хочешь жить и вернуться назад. Живым. Никаких резких движений. Он какой-то слизь, как слизывает между вот этими телами. Ну, вот. Кто разбил эти тела. И поэтому два слипшихся и были. Понятно. Это желтое и зеленое, получается? Это энергия. Нет, это зеленое и голубое. В желтом сиделах. Зеленое и голубое. То есть это грудь и горло. Да. Я ей писал, что у нее там сидит. Холод шел сильно очень. Писал Марии, да? Ну, то, что это ящер, я даже не мог предположить. Хотя, ящер, Нзик, кто это? Я тебя прошу. А он из драконовых. Ящер из какой-то цивилизации, скажи мне. Мы уже пару ящеров встречали. Даже два были с уровнем 1200. Я уже и не помню. Хотели, чтобы я с ними работал. Я их нахрен послал. И сдал межгалактической полиции. Вот они взяли даже заложником дракона и гуманоида. О, нет, это другие. Это другие. Это не вы, да? Это абсолютно другие. А кто эти, о которых я говорил? Откуда они? Смотри, этот, он вот как ящериц, с которой голова раздувается и на голове такие красные поднимаются. Саламандра, да. Вот такая я вижу. А те, они стояли на двух ногах. На двух ногах. Я понял. Они разные, значит, тогда поедут. А он знает ящера, о ком я говорю? За эту цивилизацию? Ну, ты знаешь, он не разговаривает. От него просто вот как идет... Мысли, формы. Мысли, формы и как информация от него отходит, что они вообще разные. Ты о разных уровнях даже говоришь. Понятно. Это, скорее всего, гуманоид знает о таком я говорю. Да, гуманоид? Есть такие, говорит. А что это за цивилизация такая, которая драконов берет заложниками? Гуманоидов Эсариона взяла заложниками. Представляешь? Она взяла даже твоего сородича заложником. Накинул ему на голову вожжи какие-то и тот починил его воле. Целую комбинацию выставили. Что это за такие ящеры? Очень древние они и они беспредельщики. Ну, это верно. Да, хорошо. Так, мы закончили. Ящер все забрал. Говорит, что они предки рептилоидов. То есть они еще намного их высокоразвити, да, получается? Древние, да. Древние, понятно. Но они действительно беспредельщики. И многие технологии рептилоиды от них получили, как от своих предков. А вы как с ними воюете? Они намного сильнее. Вы воюете с ними? Мы редко пересекаемся. С ними никто не воюет. С ними никто не воюет. А с какой они? У них какая-то сила есть. Вот он показывает их, что у них в глазах что-то как магическое есть. То есть у них есть определенная сила. Есть. Согласен, да. Страшающая. Поэтому не воюют. И с ними очень редко вообще пересекается кто-то. Вот я пересекся с двумя. Они у меня стояли по стойке смирно здесь. Они выходят сами, когда им что-то нужно. Понятно. Мы их притянули. Они выставили целую кучу голограмм, но мы их притянули. И я тебе скажу, два генерала было. Один генерал, один полковник. Вот. Вот таких мы можем доставать. Так что... И освободили твоего сородича, Сориона. Я даже отпустил его. Снял с него, вытащил весь яд, который ему дали эти два. Две рептилии. Он говорит, я бы не хотел говорить о них, они все слышат. Я понимаю. Ладно, не будем говорить. Космос имеет, конечно, Вселенная имеет уши. Это верно. Хорошо. Ящер достался. Отлично. Хорошо. Хотя я тебе скажу, в этой комнате диагностики ничего не уходит. Здесь очень серьезная защита изнутри и снаружи. Хорошо. Ящер все достал. Теперь у нас остался тогда гуманоид, да? Да. Гуманоид сейчас, пожалуйста, выходит и достает все, что наставил. Готово. Хорошо. Так. И сейчас. Теперь они все забрали. Больше никого нет, да, Вера? Нет. Отлично. Хорошо. Тогда сейчас мы сделаем проверку. Включаем скейнер. Скейнер сканирует все семь тонких тел. Если что-то находится, загораются маячки. И маячок загорается над клеткой. Ответственно. У нее вот это вот голубое и зеленые тела. Там есть остатки. Ящер не знает, как их снимать. А, хорошо. И я даю команду. И все остатки, которые остались на частоте ящера, силой моего намерения, до последнего микрона, Мария помогает. Включает белый свет изнутри. И выталкивает все чужеродные частички энергии. Ящера не выходит. Начинает формироваться шар. Шар наматывает все нити, все микроны. До последнего микрона все выходит из ее тела. Один, два, три. Она как белая, густое, что-то такое. Как клей какой-то. Все выходит. Вышло. Отлично. Так, оно нам никому не надо. Выкидываем, открывается портал. Галактическое ядро. Один, два, три. И улетает галактическое ядро. Один, два, три. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И еще раз сканируем на всех частотах. Один, два, три. Зеленый. Отлично. Я подхожу сейчас к Марии, кладу руки на плечи. И своей собственной энергией, мощнейшим ударом, 100 тысяч герц, сжигая все каналы. Один, два, три. Отлетели? Да. Отлично. Хорошо. Давай тогда начинаем их отпускать. Никто больше в это тело не приходит. Мы начинаем его регулярно проверять. Поэтому я не рекомендую со мной второй раз встречаться. Всем понятно? Да. Отлично. Открывается наверху портал на частоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту, закрывая, опечатывая. Растворяй. Готово. Демон готов уходить? Это не рога, он говорит. И силами его намерения возвращаем у рога. Один, два, три. Вернулись. Ему отдавать эту накидку? Нет, накидку никуда. Одна открывается портал в галактическое другое. Накидка улетает в галактическое другое. Один, два, три. Такой радости мы никому не доставляем. Закрывая, опечатывая. Растворяй. Есть рога? Да, рога появились. И давай рога увеличим в два раза. Один, два, три. Чтобы крутым был. Не, не может он их нести. Тяжело ему. А, ну хорошо. Тогда оставляем как есть. Доволен? Доволен. Да, трогает их. Так, теперь скажи мне следующее. Лярвы есть на теле, Мария? Да, есть. Хочешь? Хочет. Иди. Бери. Аккуратненько. Все. Ну до последней. Все забирай. Чтобы ничего там не было. Спина у нее на позвоночник и на ногу переходит. Спина, позвоночник, нога. Там и лярвы он растил. Правильно, Димон? Да, все ты знаешь. Готово. Отлично. Хорошо. Готово уходить? Да, он готов. Открывается внизу портал на частоте демона. 1, 2, 3. Демон уходит на свою частоту. Забирает все, что с собой принес. 1, 2, 3. Если что-то осталось. Закрывая, печатая, растворяясь. Тебе огненные пентаграммы. Готово. Так, у нас остался один гуманоид, да? Или кто еще? Ящер. Ящер. Хорошо. Ящер готово уходить? Да, готово. Больше в это тело не приходишь. Открывается портал на частоте ящера. 1, 2, 3. Ящер уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Да, он ушел. И я делаю запрос в энергоинформационном поле. И прошу Ли сейчас ответить. Она тебя слышит. Приветствую, Ли. У нас сейчас находится гуманоид Сариона. Орбиты Ориона, звезда Гелий. Сейчас мы освободили человека. Отправлять куда? На его частоту или к вам? На его частоту. Хорошо. Благодарю. И отключаемся. Хорошо. Гуманоид, ты готова уходить? Да, готова. А ты знаешь, с кем я разговаривал только что? Знает. Вот. Понимаешь, какой уровень? А ты говоришь, удивлен, что я обнаружил тебя. Мы поняли друг друга, что ты больше даже не будешь пытаться приходить в это тело. Да, он не придет. Хорошо. И открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте гуманоида. 1, 2, 3. И отправляем его на его частоту. Забывая дорогу назад. Голограмму забирают? Нет. Голограмма уходит в галактическое дро. Открывается под ним портал. 1, 2, 3. И голограмма улетает в галактическое дро. Закрывая, печатая, растворяя. Такой радости мы никому не дадим. Еще оружие. Преступление возвращать им. Нет. Ушел? Закрыла? Да. Хорошо. У нас все чисто, да? Его, кстати, ящер там ждал. Ну, сейчас третьего найдут и пойдут отдыхать. Отлично. Хорошо. Так, мы закончили чистку Марии. У нас остались 10 вопросов к куратору. И я делаю запрос в энергоинформационном поле. И приглашаю в нашу комнату прийти учителя или куратора 1975 года. Женщина у нас. Мы приветствуем учителя или куратора. Снимаются все маски и голограммы. Прошу представиться, с кем мы имеем честь. Она в таких, как греческих одеждах, белых. Диана и зовут. Диана. Диана, вы учитель или куратор? Мария? Она под моей защитой. Учитель. Учитель. Хорошо. Мы приветствуем учителя Марии. Меня зовут Влад. Перед вами Вера. Мы сейчас проводили чистку вашей подопечной. Вытащили из нее целый зоопарк. Начиная от гуманоида, ящера, демона и заканчивая рахноидом. Сейчас она чистенькая, заправленная энергией, но они сидели довольно долго. Демон 8 лет сидел. Мария изъявила желание после чистки пообщаться со своим учителем или куратором и задать 10 вопросов ему. Вы не могли бы ответить на эти вопросы? Она благодарит нас за эту чистку. И здесь для того, чтобы быть полезной Марии. Очень хорошо. Благодарю вас. Первый вопрос. Кто мой куратор, учитель, наставник? И как я могу связываться с ним для помощи и ответов на мои вопросы? Как я уже сказала, ты под моей защитой. Соответственно. Диана. Призывайте Диану. Ей интересовало, как она может с ним связываться. Начиная с простых вопросов. Самых элементарных. Я чувствую свое тело. Доверься ему. Первый ответ, который ты услышишь, буду я. Благодарю вас, Диана. Мы можем переходить ко второму вопросу. Какая я душа? Космическая, земная, ангельская? Где и как давно, в кавычках, я родилась? Космическая душа. Созвездие лебедь. 600 тысяч. 600 тысяч лет назад она родилась. Отлично. Благодарю вас. Третий вопрос. Какая моя главная миссия в этом воплощении? Она почему-то картинки показывает, что ей нужно себе гармонию найти. Гармонизировать себя. То есть, в душе нужно принять свою душу, что ли. Сейчас, подожди. Может, ты как-то сформировать предложение? Прочитай вопрос еще раз. А, Раша, третий вопрос я читаю. Какая моя главная миссия в этом воплощении? Твоя миссия направлена на саму себя. Ты поставила в себя сложные условия, чтобы воспитать свою душу, осознать ее. Твоя душа разрывается. Тебе нужно найти гармонию в самой себе. Гармонию души. Это главная твоя миссия. Тиана, а сколько у нее кармических узлов в этой жизни? Сколько ей еще осталось? Остался один. Четыре позади. Значит, было пять узлов. Благодарю вас за этот ответ. Если вы позволите, я перехожу к четвертому вопросу. Как мне защититься от разного рода негатива? И сущности в том числе? Как я уже сказала, тебе нужно гармонизировать баланс внутри себя и держать свое эмоциональное состояние на определенном уровне. Пока у тебя нет осознанности души, ты не можешь принять мир такой, какой он есть. Твоя душа мечется. Пока ты не проработаешь это, ты не можешь идти дальше. Благодарю вас. Пятый вопрос. Как повышать и поддерживать необходимые мне вибрации? Начни с малого. Ты говоришь о повышении, но тебе надо научиться не понижать их. Очень мудрый ответ. Научись держать планку. Если ты сможешь остановиться на каком-то уровне, не понижая вибраций, ты поймешь сама, как можно повышать их. Твоя защита будет расти. И твоя душа будет осознана. Благодарю вас за развернутый ответ. Я перехожу к шестому вопросу. Как я могу помочь своему сыну улучшить его состояние? У него ДЦП. По-моему, детский церебральный паралич. Только любовь. Понятно. Спокойствие внутри, гармония и искренняя любовь. Да, мы сталкивались с такой ситуацией. Один раз, уважаемая Диана, у нас ребенок был с аутизмом. И точно такой же был ответ. Ребенок сам выбрал себе в этом воплощении вот такую болезнь, потому что ему трудно очень было воплощаться на земле. Есть такие проблемы у некоторых душ. И вот такой же ответ был матери. Мать ангел была. И ей нужно дарить ему эти энергии любви. И вот за этим он пришел. И он очень зависит от этих энергий. Я просто хотел объяснить для Марии. Я не могу говорить ничего о ребенке. Да, это пример просто был. О ребенке вы не можете говорить, потому что вы имеете право только говорить о Марии. Правильно? Совершенно правильно. Благодарю вас. Я перехожу туда к седьмому вопросу. Она опять спрашивает за ребенка. У сына частые приступы агрессии и другие непонятные нервные состояния. Возможно, приступы страха, паники, которые он мне объяснить не может. Это очень сильно отражается на моем состоянии. Как мне помочь себе и ему? Как правильно действовать в таких ситуациях и уравновешивать? Мы ребенка не чистили, но по описанию это очень похоже на бесов и демонов, с которыми мы каждый день имеем дело. Как вы ответите на этот вопрос, Диана? Я могу только сказать, что это их стихия. Не могу говорить за другие души. Благодарю вас. По поводу Марии. Да. Это то, о чем я пыталась донести, отвечая на ваши предыдущие вопросы по поводу баланса внутри себя. Но я понимаю, что трудно научиться спокойствию. В нашем мире, к сожалению. В этой ситуации. Но ты сама выбрала. Твоя душа выбрала этот путь. Значит, у тебя есть силы на это. Это путь твоей души. Отличный ответ. Благодарю вас очень. Переходим тогда к восьмому вопросу. Могу ли я помогать другим улучшать их здоровье? Если да, то как? Ты найдешь ответ предыдущих. Найди себя, ты поможешь. Помоги себе, поможешь другим. В предыдущих ответах. Найти гармонию. Тебе нужно гармонизировать и баланс. Это то, что было про вопрос твоей миссии на Земле. Я не могу тебе раскрыть миссию, пока у тебя внутри буря. Пока ты не можешь держать уровень определенных вибраций. Я уже не говорю про то, чтобы поднимать их. Диана, я тут чуть-чуть заступлюсь за Марию. Вы знаете, с теми сущностями, которые сидели в ней. А мы увидели ее тонкие тела, вообще там, и они были слипшиеся. И вообще тело разбитое на две части. Я думаю, каждому человеку в физическом биороботе было бы очень трудно овладать собой, когда тебя разрывают на эти части. Мы неоднократно сами на себе испытывали воздействие всех этих сущностей. Это наша работа. И очень-очень трудно с ними совладать на Земле. Особенно, когда не знаешь причины и не понимаешь, откуда они идут. Поэтому, может быть, я в этом лежу. Я просто хотела сказать, что Мария идет правильным путем. Отлично. Но первое, что это нужно сделать, работать над собой. Помогая другим, она может навредить себе. Душа должна быть определенного уровня, чтобы справляться с чужими просьбами и проблемами. Да, это, например, чем мы занимаемся. Мы лезем к этим демонам и понимаем всю эту опасность. Но это наша миссия. Скажите, пожалуйста, с какого уровня пришла душа, Мария? С десятого. Десятый уровень высшего. Отлично. Я бы хотела добавить по поводу души. Если у души нет определенного уровня сознания, она не может помогать другим. Это называется по-другому. Это называется пользование. То есть душа предлагает свою помощь, но ее пользуют, потому что она не может удержать планку и растворяется в чужих проблемах. А еще хуже берет на себя. Вот такие вещи мы встречаемся регулярно, когда люди пытаются помочь другим, просят демонов уйти. Демон с удовольствием уходит и влазит в этого человека, который его просит. Потому что, говорит, мне же никто ничего не предложил выход. Есть те, кто создан для того, чтобы лечить. Есть те, кто создан для каких-то других вещей. У каждого человека есть свое направление. Может, вы это хотели сказать? Я хотела сказать, что первое, что нужно сделать, это слушать себя. И всем нужно помогать. Ответ придет сам собой. Поэтому так важна гармония внутри, осознанность. Благодарю вас за этот развернутый ответ. Девятый вопрос. Как мне улучшать свое финансовое состояние? Какая деятельность принесет мне хороший доход? Интересно, как вы ответите. Я здесь не для материального. Мария, эти вопросы учителям и кураторам не задают. Они не ответственны за такие вопросы. Это ваш свободный выбор. Я могу только сказать, что ответ придет, когда... Она достигнет того уровня, о котором вы говорили. Когда будет определенный уровень. Это гармония. Проработай внутри себя. Притягивать эту энергию. Она начнет себе положительные моменты. Такие, как хороший доход. Финансовое положение. Все придет, но надо начинать изнутри. У меня остался последний вопрос. Какой совет или наставление мне даст учитель? У меня ощущение, что я уже кричу с первого вопроса. Вы абсолютно правы, Диана. Дело в том, что все 10 вопросов, они крутятся вокруг одного ответа, который вы дали в самом начале. Я это сам вижу. Но вот так вот она задала эти вопросы. Поэтому, скорее всего, можно сказать, уже ответ дан. Мария, тебе нужна гармония. Гармония внутри себя. И тогда ты расцветешь, как цветок. Ты еще в начале пути. Какой-то путь пройден. Несомненно, раз ты здесь. Но тебе нужно осознать свою душу, услышать ее. И быть в гармонии с самой собой. И, как я уже сказала, держать определенную планку вибраций. Это что-то, от чего ты будешь отталкиваться и расти. С ростом придет осознанность, успокоение и радость. Ты притянешь к себе другие полезные и нужные энергии. Это все, что я могу сказать на то состояние души, в котором сейчас находится Мария. Огромная благодарность вам, Диана. Спасибо вам за все вопросы, которые вы ответили. У нас вопросов больше нет. У нас есть, однако, очень добрая такая традиция. Мы всем кураторам, всем учителям, которые к нам приходят, всегда дарим подарки. Я прошу вас обязательно что-то сейчас пожелать. Любой мыслеформы, любые продукты на земле, которые есть. Чистейшую воду, молоко, цветы, мыслеформы гор, леса. Все, что вам угодно, мы все это можем вам сейчас здесь материализовать. И хотим вам это передать, чтобы вы взяли с собой. Я не откажусь от букета цветов. Полевые? Любые. Хорошо, Верочка. Давай сделаем сейчас огромный, красивый такой букет. Пукет из очень многих цветов на земле, которые очень хорошо пахнут и гармонируют друг с другом. Значит, три в корзиночке. Один, два, три. Она благодарит. И за это она говорит, что я объясню кое-что. Может быть, Мария будет понятней. Пожалуйста. Она показывает ее прошлую жизнь. Она показывает гарем. И она жила в гареме. То есть она была под постоянной защитой. Ей не нужно было работать. Душа не проработала свою осознанность. Никакого развития не произошло в той жизни. Все, что там было, это борьба за то, чтобы удержать какое-то определенное место в гареме. Когда это было? И украшение. Все самое такое чисто ненужное. Диана, когда это было, происходило, в каком веке или какие года и где? Я понял, если гарем, то это, скорее всего, ближняя Османская империя. Тысяча пятьсот двадцать тридцатый год. Двадцатый. Между тридцатым. Кто она показывает? Пик. Да, еще, наверное, вы забыли сказать. Те узлы гармические, которые в той жизни она не проработала, они, соответственно, на эту жизнь, безусловно, перешли. В нагрузку. Нет, не перешли. Не перешли? Отлично. Нет. Душа не проработалась. Не проработала свой рост. Погрязла. Она погрязла в каждодневной жизни вот этого. Гарема, понятно. Гарема. Какое искусство. Окрашение. Занятия. Склетние. Еда. А вы знаете, Диана, то же самое на Земле и сейчас происходит и без гаремов. Но это совсем другая история. Я думаю, эта информация очень ценная для Марии. Она сможет с ней начать что-то и ей это поможет. И я хочу еще от нас лично вам передать корзинку самых лучших ягод, которые есть на Земле. Я думаю, вам будет приятно. Это самый чистый продукт, который остался у нас на Земле. И материализую это сейчас со самыми вкусными ягодами корзиночка Веры. Передая, пожалуйста, Диане от нас со словами благодарности. Я благодарю вас и буду ждать Марию. Мы очень надеемся, что ваша встреча скоро состоится. Благодарим вас. Посылаем нашу энергию благодарности. Примите ее, пожалуйста, мою Веру и Марию. Встреча состоится, если Мария уберет сомнения. Я буду ждать и благодарю вас. И мы благодарим вас. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Вера. И мы закончили, да? Да. Хорошо. И для усвоения энергии, будем возвращать сейчас тонкую копию Марии. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Марии в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждой клетке, к каждой извилинке мозга. Проходит стопроцентная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готова, она яркая, цвета приятные, очень скармонизированы сейчас. Великолепно. И отключайся от Марии и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Я здесь. Субтитры подогнал «Симон»